Наше кинологическое подразделение существует уже больше 20 лет. Мы подготовили не одно поколение поисковых собак. Задание перед собакой стоит в кратчайшие сроки на определенном участке поиска найти живого человека. Найти и обозначить. Найти и обозначить голосом для того, чтобы проводник, который отпускает собаку на поиск, знал, в каком месте находится пострадавший, которого нашла собака. У нас есть два вида поиска. Это техногенный завал и природная среда. В природной среде то же самое. У нас происходит, мы готовим собаку к тому, чтобы собака в первую очередь в маленький промежуток времени обнаружила живого человека. В 2014 году защитил звание тяжелого отряда в составе спасательных отрядов в системе Инсарак. Мы были в Польше, в Молдове, в Сербии. Наш отряд участвовал в поисково-спасательных операциях в Иране, в Сирии, еще в нескольких странах Востока. Поиски живых людей при разрушениях населенных пунктов. Это остатки зданий, строений, части улиц, части городов и прилегающих территорий. Более давние это взрыв жилого дома в Днепропетровске, взрыв жилого дома в Николаеве, взрыв в Донецке, в больнице. За последние годы это село Красное, Киевская область, Обуховского района. Это была постройка нового дома, не были соблюдены стандарты строительства, обвалилось несколько этажей. Потом у нас были и выезды в городе Киеве, это улица Богдана Хмельницкого. Поиск живых людей был, в Голосевский район. Практически в течение месяца в двух местах было два взрыва в жилый дом. Чаще мы выезжаем на поиск в природной среде. Бывают такие моменты, как очень много исчезает грибников. Бывают периоды, когда люди на отдыхе теряются, друг друга не могут найти. Да, были ситуации, когда мы не находили людей в том квадрате, где нам указывали. Они с помощью милиции были найдены через неделю, через несколько дней, совершенно в других местах. Некоторых людей находили даже в других областях. Собачек наших мы любим. Мы с детства к ним относимся очень хорошо, положительно. Мы воспитываем своих собачек как домашних любимцев, как членов нашей семьи. И постепенно готовим к тому моменту, что им придется в будущем работать. Мы поехали когда-то на выезд в поиск пропавшего грибника. Встречу вышла женщина, бабулька старая, и сказала, спасибо вам, ребята, что вы меня нашли. Но это была другая бабулька, мы искали одного человека, а нашли совершенно другую бабульку. Но это так, из положительных историй.